Люберецкая теплосеть к холодам готова. Накануне глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий поучаствовал в смотре техники аварийно-восстановительных бригад. Как сегодня оснащена организация, узнавала наша съемочная группа. Подготовить аварийно-восстановительные бригады к зиме – одна из приоритетных задач Люберецкой теплосети. Ведь от того, как она укомплектована и насколько обучены сотрудники организации, зависит моральное и физическое здоровье многих тысяч люберчан. И, как показал смотр, для ликвидации нештатных ситуаций на вооружение аварийно-диспетчерской службы имеется все необходимое. По штату имеется пять передвижных аварийно-ремонтных комплексов, два автокрана, пять экскаваторов, одна электростанция передвижная – 200 кВт, значит, одна электростанция, которая находится на квартальной котельной – это 700 мегаватт. Это оборудование в начале текущего года в буквальном смысле спасло Люберцы. Передвижные электростанции стали резервным источником питания, что позволило поддержать работу котельных, что, в свою очередь, не допустило аварий на теплотрассах. Кроме того, в этом году «Технопарк» организации пополнили еще две мобильные дизельные котельные. Одна из них – самая малогабаритная, с мощностью 1 мегаватт. Ее хватит для обеспечения теплом целых пяти пятиэтажек. У нас таких аварий не было, но, как говорится, нужно нам всегда перестраховываться, поэтому мы потратили деньги, купили. Одна котельная, вторая котельная – 0,25 мегаватта. Это небольшая котельная. Купили специально для того, чтобы зимой проводить реконструкцию малых котельных. Иными словами, теперь даже в холода Люберецкая теплосеть может не приостанавливать модернизацию энергообъектов. Такая острая необходимость сейчас есть на трех котельных в Малаховке. После реконструкции они заработают в автоматическом режиме. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.